Эта испуганная дворняга под номером 666 совсем недавно принесла операцию. В приют для животных она попала через службу отлова. У собаки добрый нрав и теперь она ждет своего нового хозяина. Именно с собачьего приюта началось знакомство депутатов Югры с ключевыми объектами Нефтьюганского района. Сегодня здесь содержится более 250 животных. Благодаря волонтерам новых хозяев обрели около 120 собак. Несмотря на то, что в округе таких учреждений становится больше, вопрос безнадзорных животных остро стоит в муниципалитетах. Я думаю, что каждый из участников Координационного совета что-то здесь увидит и постарается реализовать у себя на территории. Видно, что выполнено в современном, оборудовано всем необходимым средствами. Это и вольеры прекрасные, это видно, что и бытовые помещения. Собаки, наверное, содержатся в чистоте, в комфорте. Следующим объектом внимания парламентариев стал детский сад «Ручеек». Его посещают 150 малышей. Работают 6 групп, в том числе ясли для детей от полутора лет. Объект был построен в рамках нацпроекта «Демография» и позволил закрыть вопрос доступности дошкольного образования в Нефтьюганском районе. Такое огромное здание, такие ухоженные детские площадки прогулочные. Огромное количество кабинетов для дополнительного образования. Вы идете в ногу со временем, развиваете именно те направления, которые наиболее востребованы, которые позволят детям проявить свои лучшие качества, развить свои лучшие навыки. В Нефтьюганском районе не осталось поселка, где бы не было храма. Один из последних как раз был возведен в Сингапае. С его открытием у жителей появился свой покровитель – святой князь Владимир. Этот объект – настоящее произведение искусства. Ведь росписью стен занимался мастер-ыконописец, член Союза художников России Валерий Верстаков, который работает в стиле Андрея Рублева. Пожелать только можно процветания Нефтьюганскому району. Жителям комфортно, спокойно жить, приумножать богатство Нефтьюганского района. И все у нас непременно получится. Ведь у нас очень замечательные люди живут в любви. Есть чем похвастаться и местной школе. В прошлом году здесь открылся уникальный и единственный в своем роде Центр патриотического воспитания «Синергия». Современное наполнение учреждения дает детям большие возможности для самореализации и получения новых компетенций. Здесь есть уникальная возможность, во-первых, той же историей познакомиться, познать все те новшества, то есть робототехника. И здесь собрано все для того, чтобы понять, принять, да, вот ребятам, что значит понятие родина, отчизна. Вообще уникально. Мне это очень понравилось. Экскурсионная программа для депутатов округа – это не только знакомство с территорией, но и тесное взаимодействие всех уровней власти в решении ключевых вопросов. И получается, что у нас практически три уровня – региональный, уровень муниципальный, городской и уровень поселковый. Понимаете, совместное общение, совместная проработка проблем служит тому, чтобы эти проблемы быстрее и качественнее решить. Вот задача нашего курсовета. В свою очередь, Нефтьюганский район всегда открыт для сотрудничества и готов делиться своими лучшими наработками с коллегами и перенимать опыт других.